Знакомство с историей народа через его ремесла. Изучение ремесел как стремление взглянуть на окружающий мир глазами предков. В программе первого всероссийского слета марийской молодежи, проходящего в эти дни в Морил, ежедневные занятия в школе народных промыслов, которые пользовались неизменным успехом у участников. На некоторых из таких занятий побывала и наша съемочная группа. Неотъемлемая часть культуры любого народа, его мировоззрение и философии – народные промыслы и ремесла, навыки работы в которых складывались тысячелетиями. Лозоплетение, например, было известно еще людям каменного века и являлось предшественником ткачества, в котором впоследствии использовались те же принципы, что и в плетении из лозы. В мастерской народных промыслов на слете марийской молодежи ребята получают базовые навыки лозоплетения. Ремесло хоть и древнее, но и сегодня изделия из лозы пользуются большим спросом. Здесь же проходит мастер-класс по еще одному старинному ремеслу – изготовлению вязаных кукол, как традиционно марийских, так и характерных для других финно-угорских народов. На занятиях народа мастерской мы делаем народных традиционных кукол, узелковых, которые делаются без иголок, только ниточками. То есть все куклы, которые есть, все вяжутся только ниточками. Мы делаем, значит, сделали марийскую куклу, вот это вот карельские неразлучники кукла, и еще планируем сделать несколько тоже марийских и кукол финно-угорских народов. Ну, в частности, вот эта вот куколка – это карельские неразлучники. Куколка обереговая, ее носили в кармашке, сложив мальчика к девочке личиком, для того, чтобы найти свою вторую половину. Самое главное на этом мастер-классе то, что все куклы народные, то есть традиции их создания складывались веками, и каждая деталь в их изготовлении несет свой смысл. Это и обереговые куклы, приносящие, например, здоровье, и обрядовые, которые вязались специально к свадьбе. Ну, а попытка соединить старинные промыслы с современным искусством, создание комиксов в народном языке и с народными героями. Попробовать себя в этом жанре также мог каждый желающий под руководством опытного художника, который раскрывал ребятам тайны отображения человеческих эмоций на бумаге. Этот мастер-класс также пользовался популярностью у участников слета. Комиксы урвут, потому что, возможно, я веселый человек, хотя это может не видно на первый взгляд. Я с помощью этих рисунков, комиксов выражаю свое, проявляю свои эмоции, мимику, пантомимику. Все, что во мне веселое, смешное, задорное находится, все как бы выражаю в этих рисунках. Первый всероссийский слет марийской молодежи подходит к концу, а это значит, есть возможность подвести некоторые итоги. Главным из них можно назвать идею создания молодежного крыла марийского общественного движения «Мерконаж». Я думаю, будет правильным, если нынешний «Мерконаж» создаст молодежное крыло в своем движении, которое будет работать по притворению в жизнь всех резолюций съездов, по притворению вот именно тех вопросов, по решению тех проблем, которые сегодня есть, что именно молодежь будет дальше нести флаг национального движения. Я думаю, к следующему съезду мы должны подойти точно с оформленным молодежным крылом. К другим итогам можно отнести то, что представители народа Марий со всей России получили возможность прикоснуться к собственной истории в прямом смысле. Участие в традиционных обрядах, создание собственными руками предметов быта по тем же технологиям, что и сотни лет назад, а главное – на родной земле. Вот что запомнится участникам слета марийской молодежи. И эту частицу марий они увезут домой.